Мать твою, меня начальник убьет, я ее перевернул. Хорошо, офицер, пробежимся. Я заставил их бегать. У меня, судя по всему, террорист, он стреляет из автомобиля по полицейским, я не знаю, что мне делать, он сказал, что мне нельзя ехать ниже 40 миль в час. Невозможно построить маршрут до Скандинавии. Сар, я могу вам предложить путевку, если вы вернете мне мой такси, и я поеду дальше. Хотите в Казахстан ко мне съездить? У меня у бабушки такие вина. Ты-то коп все это видит, бля. Давай-давай, заберем, заберем его машину, ключи еще здесь, ключи здесь. Йоу, всем привет, дорогие друзья, с вами Хоккайдо, и добро пожаловать обратно на сервер UD Roleplay. Сегодня будет, я так полагаю, довольно веселый день, не забывайте ставить ваши царские лайки. Спасибо большое, кстати, за поддержку в предыдущих сериях, прям прилетело пять лайков просто в первые пять минут, я такой, что? Во, в общем, давайте прям клацайте на лайк, надеюсь, что в этом эпизоде мы увидим точно то же самое, и будет интересно, весело, и, в общем, вам понравится. Не забывайте подписываться на канал, если вдруг еще не подписаны, и мы понемножку начинаем. Один, один, двадцать два, код десять восемь. Мы сегодня в дорожном патруле, у нас есть воздух один, где-то, где-то там в воздухе патрулируют уже. Иноушен двенадцать, десять восемь. Вот, и, соответственно, давайте мы... Иноушен двенадцать. Здесь у меня десять тридцать семь на Марина Драйв. Три автомобиля. Возможно, стритрейсеры. Двигаются в сторону Ментуэй Драйв. Нужна помощь офицеров. Адам двадцать два, десять тридцать один по этому вызову. Я прям как чувствовал, что он был заправиться под край. Стритрейсеры, Матик. Один автомобиль установлен ввиду ДТП. Десять четыре... Десять двадцать какой? А, вижу, вижу. Есть визуальный кодек. Чего с людьми сегодня не так? Они просто шляются по дорогам. Адам двадцать два, десять двадцать три на сцене. Сэр, что произошло? Почему вы нарушали правила дорожного движения, и это повлекло такую серьезную аварию? Так, офицер, если я здесь не нужен, я попробую вычислить, где остальные. Да, конечно. Офицер, я ехал, превысил, то бишь, хотел... Адам двадцать два, воздух один. Воздух один, Адам двадцать два. Закрывайся, дверь. Есть визуальный контакт с остальными автомобилями? Никак нет, Адам двадцать два. Запроса на воздух один не было. Десять четыре. Один, Адам двадцать два. Ух уж эти протоколы. Адам двадцать два. Требуется воздух один для поиска двух автомобилей. К сожалению, описания не имею, но, судя по всему, спортивные автомобили выехали недавно из Сэнди Шорса и находятся где-то примерно в этом районе. Десять двенадцать, Адам двадцать два. Десять четырем. Ох уж эти протоколы. Типа, блин, у тебя вертолет в воздухе, но тебе все равно надо, блин, его для начала вызвать. А как бы рацию он и не слушает, что просто тоже замечательно. Блин. Мм. Ну, пока непонятно, где остальные, но я надеюсь, что у нас будет информация от вертолета. Потому что, потому что мы их совершенно потеряли. Я так полагаю, что хорошо бы будет вернуться обратно в полицейский участок и выяснить, что, собственно, происходит. Один, Адам двадцать два. Адам двадцать два. Требуется 10.51 для красного автомобиля, который стоит прямо напротив полицейского департамента в Сэнди Шорс на Альхамбро драйв. Я въехал, это вы поворачивали. Десять четыре, Адам двадцать два, десять двенадцать. Смотрите, меня все развернуло, и вы сами в меня въехали. Так, что, собственно, тут происходит? Что, простите, лоб. Данный молодой человек заверяет, что я в него въехал, а то, что в моей машине вмятина сбоку, это так, ничего страшного. Но у вас есть запись с видеорегистратора Афцер? Конечно. Ну, тогда вопросов больше нет. Посмотрите на записи, соответственно. Кстати, а где твои друзья, с которыми ты гоняешь? Честно, я не знаю, товарищ шериф. Я не шериф, но спасибо. Тем не менее. Мне нужно все, именно номерные знаки автомобиля, и все, что может быть. Скажи честно, я даже их не знаю, чисто вот встретились с ними. Ну, как, дрифтили просто. А где вы познакомились? На аэропорту. Они дрифтили, я к ним подъехал, катался с ними. Вот, толком не знакомился. Угу. Хорошо. 1 Адам-22, 10-31, в аэропорт Сэнди-Шорс. Возможно, там есть подозреваемые. 2-4 Адам-22. Ну, а по-моему, ты эвакуатор подъехал. Нормально. У-у-у! 1 Адам-22. Буду начинать 10-80 с автомобилем. Судя по всему, синего в цвете, двухдверный седан. Двигаемся по Alhambra Drive. Только что повернули направо. Продолжаем по Джошуа в... Южном направлении. В западном направлении, извиняюсь. Скорости больше 80 миль в час. Ну, господь, я точно не смогу уехать за ним. Хотя... Ну, это не точно. Продолжаем в западном направлении по Джошуа. Только что... Пересекли и Алл Гоквин. Продолжаем на выезд из Сэнди Шорс. Требуется 10-83. Чёрт, я вообще, в принципе, ехать за ним не могу. Ну, вот, в принципе, не могу за ним ехать. Чёрт. И он только что отрубил свет. Продолжаем по Джошуа в южном направлении. С пересечением с 68. Нет. Отмена. Повернули направо на подъезд к 68. Продолжаем в сторону базы Занкуда. Диспетчер, будет 10-83 вообще? 10-4, она у нас с 2. Подключается воздух 1. Диспетчер. Один Ушн-12 закончил с подозреваемым на первом автомобиле, подключаясь к вагоне. Диспетчер. Продолжаем по 68 в западном направлении, практически уже с пересечением с шоссе 1. Проехали с ЕС на базу Занкуда. Фак, я в принципе не могу его догнать, он едет слишком быстро. Да, по автомобилю это будет синяя тампа двухдверная. Дверная. А в автомобиле один человек. Это было опасно, мать его. Окей, 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 аккуратнее. Мать его, вообще никого нет. Нет, ну в принципе, как бы подъехать так быстро вряд ли получится у кого-либо. Повернули только что направо, продолжаем по Грейт Оушен Хайвей в сторону Палета Бэй. Едем в направлении тоннеля. Блин, я в принципе его догнать не могу. И воздух 1, воздух 1. Нигде его не вижу. И других офицеров тоже. А, нет, воздух 1 вижу. Окей. Окей. Черт, трафик, 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 давай. Практически теряю визуальный контакт, а подозреваемый продолжает по Грейт Оушен Хайвей, и только что скрылся за углом, не вижу. И он выключил фары. У-у-у-у, фак. 1 Адам, 22. только что 1050 с бордюром черт нет со мной со мной все нормально окей короче нет времени на все это дерьмо нужно возвращаться обратно окей и мы вернулись один адам 22 код 10 8 присоединяюсь к погоню этот поворот этот поворот изменил все вот просто вот все я не должен был туда объехать воздух 1 ездить и 20 подозреваемого то есть вы уже проехали полета бэй я думаю что есть смысл мне вот здесь повернуть на лесопилку проехать через тоннель 10 4 если вы будете продолжать в сторону сэнди шорс то в таком случае я проеду через тоннель который через полета б идет и попробую заблокировать дорогу в том направлении держите в курсе пожалуйста обновлять по местоположению он развернулся развернулся повторяю фак где 4 в туннеле под железной дороге вернул в какой-то промышленную зону промышленная зона туннель где 4 я понимаю примерно где-то синора синора блин не очень понятно 1 1 22 оушен 12 оушен 12 ваше 10 20 нахожусь очень далеко на норд калифа вы где 4 да это реально далеко вообще не тот путь выбрал ну да ладно на кого фи находится блин я не наблюдаю вертолет вообще а подозреваемый выехал и подождает свое движение по шоссе эмммм в сторону в шоссе сынура также в серном направлении 10 3 в туннеле на перелес сэнди шерпс не окей я с этой стороны другой офицер с другой стороны плюс вертолет я не знаю правда их было три машины 1 1 22 присоединяюсь к погоне я имею визуальный контакт с воздух 1 и но пока подозреваем его не вижу подозреваем преди меня где 4 адам 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 ну окей позывные сложно а теперь у меня нет вызывального контакта блин я же только что видел маячок наверху вы продолжаете по сценарию правильно понимаю где 4 где 4 черт это погоня блин длиною в жизнь наверно но я в принципе доехать не могу если бы я не впилился тогда в забор я бы наверное еще бы был близко но сейчас это уже что-то прям прям новое скажите как будете на подъезде городом что-то 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 я пожалуй пока выключу сирену потому что это несколько излишне она давит на на мозги вот и будем придерживаться левой стороны все по правилам все по правилам у кают мать твою вот ааа черт комментарии пожалуйста не надо не надо Я не хотел сделать плохо Я начал тормозить, правда Пусть у меня там и преступник Черт Воздух один С вами все в порядке? Все отлично Только что наблюдал снижение Он повернул под мост? Он повернул под мост Там всего лишь одна дорога Да, и он разворачивается Он разворачивается Черт Комон, комон, трафик Че-то я его не наблюдаю Воздух один Вы видите подозреваемого? Воздух один Возможно вижу издалека Продолжает он по шоссе половину Повернул он в западное направление Вы уверены? Пытаюсь визуальный контакт установить Я с вами воздух один Черт, камон! Да, я вижу выключены габаритные огни Возможность того он Пытаюсь ближе подойти Я так полагаю, что они на Олимпик повернули? Повернул под железную дорогу Потерял визуальный контакт Да, блин, классное описание А улицу можно? На шоссе Лос-Антоса Где-четыре Сейчас и Лос-Антоса Железная дорога А, понял, понял Вижу вертолет Железная дорога А где она? Фак! Я, блин, потерялся вообще Не здорово Не здорово Не потерял Узвольный контакт Где-четыре Последнее известное место Железная дорога? Где-четыре А где здесь поблизости Железная дорога? Ммм, блин Жаль, что у меня нет глаз пилота И я не особо ориентируюсь В Лос-Антосе Фак Так, мне кажется, что там стоял какой-то автомобиль Подозрительный Подозрительный Волг, выходим Возвращаюсь на додотапку Десячетыре Один адом 22 Обыщу район на предмет автомобиля Десячетыре Фак Здесь он может быть вообще где угодно Железная дорога, кстати, здесь Один адом 22 Атом 22 Предлагаю организовать чекпоинт на выезде из Лос-Антоса для проверки автомобилей Десячетыре Он будет на... Ладно, секунду На Лос-Антос фриво и как раз-таки на выезде из города Нахожусь примерно там, около Вайнвуд филд Десячетыре Один оушен 12, прям за вами и только что ехала машина с выключенными огнями Десячетыре Она похожа на одну из тех машин, которые ранее были Десячетыре Один адом 22 будет на 10-11 вместе с желтым Фута, номерной знак F-I-V-E-M Буду производить контакт с водителем со мной Один оушен 12 Сэр, вы не могли бы опустить стекло? Добрый вечер Офицер Рысков из дорожного патруля Сан-Андреас Подскажите, есть ли причина тому, что вы ехали без включенных огней? Да, есть небольшая причина Я здесь немножечко, так скажем, не увидел животное И для того, чтобы его не задавить, слегка въехал в отбойник И поэтому при столкновении у меня передние фары что-то перестали работать Угу, я и вас понял Но мне показалось то, что буквально несколько минут назад Вернее, секунд назад Я вас видел с включенными фарами И животное, наверное, никак не повлияло У вас есть документы при себе? Да, конечно Господь Можете мне их передать? Вот, держи Да, мне интересует страховка Соответственно, регистрация на автомобиль и лицензия Они все там есть? Да, должно быть Хорошо, можете подтвердить имя на документах? Как вас зовут? Тони Кент Тони Кент Хорошо, мистер Кент Ожидайте, с вами будет мой офицер Ocean 12 Пока на данный момент не производите контакт с водителем Мне нужно будет пробить документы Да, потом в любом случае нам придется его попросить выйти из автомобиля Если это тот самый автомобиль 1,1,22 Адам, 22 Могу получить 10,27 10,29 по Тони Кент Адам, 22 10,12 10,3 Неспокойно Неспокойно на шоссе Мне кажется, вот эта вот машина превышает скоростный элемент Хотя Все-таки шоссе, возможно, мне и кажется Адам, 22 Один, Адам, 22 Тони Кент 21 Виноват Аргуст 21 1988 года рождения Водительское удостоверение имеется Штрафов нет 10,34 Тони, я могу вас попросить выйти из автомобиля? Да, конечно Спасибо большое Давайте отойдем к моему автомобилю, чтобы вас не задели проезжающие мимо автомобиля Офицер, можно вас на секунду? Да, конечно Так, мистер Кент, вот ваши документы обратно Офицер, я уверен, что вам есть что сказать Сэр, вы в составе колонны из трех машин нарушали правила движения В Сэнди Шеррис, был ли это? Че-то я не помню такого Это было примерно полтора часа назад С вами был красный чарджер И какая третья машина, офицер? Синяя тампа, насколько я полагаю Именно она Вы помните такие машины, которые ехали рядом с вами в Сэнди Шеррис? Ну, только раз, что синий автомобиль, больше ничего не помню Вы знаете его владельца? Нет, я просто, судя по всему, так сложился Мистер Кент, в общем, сейчас есть, скажем так, предложение к вам Есть два варианта развития событий Первый вариант, это Вы проезжаете с нами и, скорее всего, лишаетесь прав вождения автомобиля Или вариант номер два Вы рассказываете нам, где находится второй автомобиль и третий автомобиль И, соответственно, делаетесь простым Как это называется, блядь? Простой квитанцией, вот, да А если я расскажу, то вы мне оставите, мой автомобиль, и меня оставите в покое? Ну, ради бога, я заплачу за штраф Ну, так у вас есть информация о том, где могут находиться остальные автомобили? Ну, все, что я могу сказать То, что у нас, хорошо, я признаюсь, то, что я знаю те две автомобиля, красный и синий Благодарю вас за честность Ну, доставить те два автомобиля, которых были у моих товарищей Доставить определенному человеку и чтобы он отдал Ну, отдали мы ключи и, собственно, человек Я так полагаю, автомобили не были зарегистрированы, да? Или были убраны Нет, мы их не угоняли Это, мы, так скажем, слегка работаем на компанию Одну, название сейчас-то точно не скажу, потому что забыл На компанию, которая делает тюнинг машинам И мы, собственно, взяли и это У нас был заказ, люди сделали, а мы вот отвозим Интересно, интересно Хорошо, мистер Кент, можете подождать буквально одну минуту? Мне потребуются ключи от вашего автомобиля Передайте мне их, пожалуйста Просто ради моей вашей безопасности, чтобы вы никуда не уехали Я так полагаю, что мы решим эту проблему как можно быстрее Ну, хорошо, держите Спасибо Офицер, можно вас на секунду? Мистер Кент ожидать Очень странная ситуация, на самом деле Я особо не понимаю, чем эти ребята, в принципе, занимаются Но то, что нарушение имело место быть, да Но то, что это может быть еще хуже, чем мы предполагали изначально Это, скорее всего, тоже Поэтому, что мы будем делать с ним? Если у него действительно... Кстати, он кому-то пишет по телефону Мне кажется, стоит выписать ему повестку, чтобы он приехал к нам завтра утром И поговорить с ним Возможно, это какая-то банда угонщиков В любом случае, да, у меня будут все его данные Я надеюсь, что документы-то все-таки действительные, да У нас будут все его данные Я сейчас попрошу у него номер телефона, чтобы связаться, если что Но в целом... Но если он приедет, все будет хорошо Регистрация на машину вроде как нормальная Автомобиль зарегистрирован на него То есть, как бы... У нас нет толковых доказательств того, что это именно был он, во-первых А во-вторых... Да, мы можем сказать то, что нарушение имело место быть И это правда так, потому что вы его видели Но то, что он был с ними связан, это... То есть, как бы, вряд ли мы его посадим, если не найдем его с поличным Вот, если у него есть информация о других людях, то... Я так полагаю, что... Если что, в общем, мы его найдем Итак, мистер Кент Поговорили с моим офицером В общем, мы выпишем вам штраф Но, опять же, ваша часть сделки заключалась в том, что вы должны нам рассказать Где находятся остальные автомобили и куда вы их именно доставляли Понятие «везли их в этот замечательный город» очень довольно-таки обширное Поэтому мне нужно точное место, где это место находится И... я так полагаю, если мы найдем там эти машины, то... К вам не будет никаких претензий Вы меня извините, офицер, но... Где находятся эти автомобили, я не знаю Потому что я всего лишь водитель Который должен был довезти тех людей обратно Обратно это откуда? Это в Сэнди Шорс Хорошо, а вы же сейчас куда-то ехали, правильно понимаю? Ну, я ехал в гостиницу А, вы должны были забрать их из гостиницы Интересно Ну, да Интересно 7, там, 65 7, там, 65 на свете Ваши 10, 20 Ну, так, собственно, что... Накажись... Ождайте В Лос-Сантосской полицейском участке 10, 4 Я могу вас увидеть на сцене здесь, на Лос-Сантос фри-вей 10, 4, у нас два, буду минут через две Жду Что ж, мистер Кент Мне потребуется название гостиницы Или чтобы вы показали, где она именно находится Если вы не знаете название, да Вот ваши документы обратно Вот ключи И, соответственно, сейчас я вам выпишу штраф И мне нужен будет номер вашего мобильного телефона Чтобы мы с вами были на связи в любом случае Напишите его вот здесь Извините, сэр, но у меня телефона нету у собой Угу А как у вас коммуникация происходит, собственно? Да... Повторите, пожалуйста Как вы общались с другими водителями, скажем так? Ну, мы, собственно... У нас был такой клич, собственно Побибикал несколько раз, останавливаемся И после чего переговариваем определенную обстановку Угу Хорошо, вы знаете, как сейчас с ними встретиться? Вы же ехали к гостинице, правильно понимаю? Еще раз Ну, по сути говоря, они должны быть в гостинице Хорошо, мистер Кент В нашей базе данных есть ваш мобильный номер телефона Даже если у вас телефона нет, к тому же... Я так полагаю, вы проживаете по тому адресу, который написан у нас в базе данных? Ну, судя по всему, да Угу, я вас понял Хорошо, мистер Кент Сейчас я вас попрошу подписать этот штраф И забрать копию И продолжить движение до гостиницы, куда вы двигались Мы вас сопроводим Ну, хорошо, сейчас Я могу присядь в свой автомобиль? У меня там просто это... Я забыл выключить этот... Звучит не очень, правда, подобно Но вы свободны Вернее, как сказать Двигайтесь, в общем, в гостинице мы с вами Ммм, хорошо Нет времени объяснять, офицер Едем вот за желтым автомобилем Ммм, здесь четыре Господь, дебилы Эмм И он только что проехал на красный светофор И, судя по всему, он от нас уезжает Один адам 22 Буду начинать 10-80 Со мной, я так полагаю, два офицера Продолжаем по Хавик-авеню В западном направлении 10-40, да О, черт, она быстрая А, только что повернул налево на... Одну секунду На Милтон Роуд Далее на Саус Бульвар Дель Перо И снова налево на Рокфуд Драйв Повернули в улочку и... И там второй выезд Перекройте быстрее второй выезд Видим, видим Угу, где четыре Третий в погоне Один адам 22 Вернул в Косантос Кастом Господь! Как можно было всех просрать? Ну, надо было его забирать Поехали на Бульвар Дан Витвес Мать его Как я мог ему поверить вообще, в принципе? Мой косяк Мой косяк признаю Но сейчас уже поздно о чем-либо думать У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Ди-4 А, чёрт, меня выкинул просто из этой погони этот прыжок, конечно, мать его Веспуччи, Лос-Санто-Совеню, это, по-моему, следующая улица, параллельно этой трафик Мать его Есть визуальный контакт Я слышу тирены, и я вижу, по-моему, этот самый автомобиль Как сюда съехать? Алло! Алло! ГТА! А, вот здесь поворот Окей, окей Возможно, подозреваемый поехал по Дельперу фривей в северо-западном направлении Камон! Вертолёт в небе Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Нихрена никого нет Ну, этот город, конечно, здесь можно потеряться, как... В общем, да Ах, чёрт Окей И мы теперь снова на первом круге Откуда и начинали, собственно 1 Адам 22 Мне кажется, имеет смысл проверить Лос-Антос Кастенс Мне потребуется дополнительный офицер Не вернее, не Лос-Антос Кастенс, а Бенни Одну минутку Вот как отсюда выехать? Ну это, блин Нахер Я сегодня злой коп 1 Адам 22 У вас есть какая-то еще информация? Нет, хотя Одну секундочку У меня здесь байка без номерных регистрационных знаков Двигаемся по Павер-стриту В северном направлении Требуется 10.83 Они повернули в закаулок Да Мастерская у Беннис Я так и думал, что они там Я подъехал, но Ммм, окей Вот и конец Ну вот и конец Аккуратнее, офицер Пока никого не наблюдаю Черт, моя мышка выскользает из рук, потому что я пытаюсь Каморка слева чиста Наверху человек, наверху человек над лестницей Один убит, один убит Один убит, второй наверху Второй наверху Сэр, руки вверх, руки вверх немедленно Здесь четыре Сэр, наверху, руки вверх Сейчас Спускайтесь вниз Медленно спускайся И без глупостей Не вижу второго Должен быть третий Должен быть третий Где-то Есть еще кто-то в здании Колька вас Кого вас? Офицер Ты, мать, твой идиот Дураком не прикидывайся Только что твой друг Попытался убить Одного нашего офицера Или всех нас Подождите Это не мой друг Я видел, как ты с ним ехал На вот этом вот мотоцикле Да Я попросил его Просто подвезти сюда Угу Замечательно Офицер, произведите арест Я ушел на дороге У вас есть оружие? У вас Нет, откуда Да, у вашего друга оно оказалось Да не мой это друг, офицер Где третий? Разберемся Где третий? Какой третий? На желтом футе Я ничего Ты знаешь, о ком я говорю Я посмотрю вокруг Вы все втроем вместе были в Сэнди Шорс Эм, нет Подумай еще Я житель Лос-Анди Шорс Хорошо, проверим У тебя есть с собой документы? Ам, щас Я сейчас вспомню Да Они мне бродячки мотоцикл Это за сиденьем В этом мотоцикле? Да В этом мотоцикле Имя на них Вокруг все чисто Десять четыре Что, простите? Имя Алексин Еще раз Громче Алексина Здорово Здорово Помогите ему снять шлем, офицер Я пока второй этаж проверю Мне нужен второй Здесь чисто? Да Все чисто Здесь закрыто Здорово Хорошо Забирайте его Везите его, господа За что? Пройдемте, сэр Сэр, выходи Мать его Окей Хорошо Один есть Второй убит Медика в пути Че еще мы имеем? Который именно? Какой он больше нравится? Может, дверь откроете Так, сэр, на данный момент вам вменяется Что ему вменяется? Сэр? Да Что там вы говорили? На данный момент мы считаем, что вы стали соучастником преступления Дальнейшее расследование будет произведено в полицейском департаменте На данный момент вы имеете право хранить молчание Право на адвоката Если вам не хватает средств на адвоката То он будет предоставлен государством И вы имеете право на один телефонный звонок Вам понятны те права, которые? Сейчас объясняю Да Адвоката у меня нет Звонить мне некому Замечательно Везите, офицер Черт Офицер Да, сэр Так полагаю, медики уже в пути Что мы сейчас имеем на данный момент? Один мертв Второй под стражей И не говорит ничего А третий скрылся Да, нам осталось найти третьего Я не представляю Можно попробовать поискать по гостиницам Но вы сами знаете, сколько их здесь Да, особенно учитывая маленькие Я сомневаюсь, что ребята Которые занимаются подобного рода деятельностью Останавливаются в крупных гостиницах Где еще и требуют паспортные данные Конечно Я думаю, это какой-нибудь хостел Да Ладно, будем искать желтый фута Человека зовут Как там его звали? Мистер Кент Мистер Кент, если я не ошибаюсь Мистер Кент, да Точно Не уверен, что это был Алекс Но у меня записи остались С историей Мне кажется, что стоит Проехать в департамент И попробовать допросить его Да, это мы можем Машине что-то не очень хорошо На самом деле Где здесь ближайшая заправка? У вас, случайно, нет канистры, кстати? Нет Залить за 60 секунд Давай 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 Офицер, аккуратнее за мной, потому что Двигателю уже совсем плохо Да, я вижу Но я доехал Да, такая, друзья, мимолетная реклама Если вы вдруг хотите стать частью нашего замечательного сообщества То первая ссылка в описании Подавайте заявку Регистрируйтесь на форуме И вы уже считаете на сервере Вот так-то 7-там-65-1-1-22 7-там-65 на связи Вы с подозреваемым на данный момент? Да, нахожусь в полицейском участке В отделении Проводили дознавание? Никак нет Ди-4 О, повороты А ведь с этого все началось С хренового моего поворота Вы внизу находитесь? Да Да, в тюремном отделении Ди-4 Итак Алекс Расскажите мне свою замечательнейшую историю Которая заведомо будет ложью Но мне все равно будет интересно услышать Нет-нет, я слушаю Ну смотрите, есть у меня мотоцикл Который остался в гараже у Бенни Я приехал к Бенни отремонтировать Ну, как прямо На диагностику двигателя Остал у него мотоцикл Сам вызвал такси Поехал домой Был дом, мне позвонил Бенни Сказал, что все окей Я вышел на улицу Стал ловить такси В итоге сливил того человека Он предложил подвезти Я согласился И сказал ему ехать до гаража Бенни Это в какое время было примерно? Что именно? Когда вы встретились с тем человеком Водителем мотоцикла Который теперь мертв Да где-то минут за двадцать До того, как Мы с ним доехали до гаража Бенни Вы не видели того, как я ехал за вами? Честно говоря, я назад не смотрел Потому что все-таки сзади Ну, блин, там нету зеркал заднего вида Хорошо Что до этого происходило? Например, вчера вечером? Вчера вечером Вчера вечером я был в Сэнди Шорс Ну, катался с какими-то Левыми чуваками По, ну, по аэропорту Дрифтил Потом Поехали уже Ну, по саму Сэнди Шорс Там в меня въехал Это вы водитель красного автомобиля? Оранжевого Оранжевого Так, и вы имеете какое-то отношение К тем двум автомобилям? Нет, я же говорю Я с ними случайно пересекся Вы уверены в этом? Алекс, для вас же будет лучше сейчас сказать нам правду Ну, потому что я в этом уверен, товарищи цир Я просто располагаю Несколько другой информации Хорошо, мистер Шина Спасибо Что офицер По базе Ну что, по базе он у нас без нарушений Видимых нарушений нету Но А вчерашняя авария вместе с офицером Я помню, как я присутствовал при этом даже Став оплачен, как бы ничего Он уже и оплатил Какой законопослушный, гражданин Замечательно Что-то еще? Нет, все В общем, мы имеем право его подержать здесь еще 24 часа Тем временем Нам нужно найти третий автомобиль И, возможно, он прольет свет на все это Сейчас нужно усилить патрули на Соответственно Шоссе И следить именно за ними Сэр, откуда у вас телефон? Эм... Меня не забрали Передайте его мне, пожалуйста Угу, благодарю Запросите ордер на то, чтобы посмотреть Что в этом телефоне, собственно, есть Возможно, нам пригодятся кое-какие номера оттуда Но я так полагаю, что это будет не быстро В идеале как-нибудь это ускорить Чтобы они это сделали за 20 часов За 18 часов Офицер это... Офицер это MP3 плеер MP4 Зачем вам MP4 плеер, на котором вы только что набивали текст? Там вообще-то есть интернет Ну и замечательно, пусть так Окей Не, не важно ФБР разберется То есть... Я даже в Фейсбуке посидеть не могу Нет Нет О, черт ФБР В Фейсбуке не могу посидеть Нет, ты слышал? В Фейсбуке не могу посидеть, говорит Молодое поколение Ммм Эээ, блин Сэр, что мы будем делать дальше? Нам нужен третий автомобиль Как можно быстрее В течение 24 часов Потому что потом может быть поздно Ну, судя по тому, что он сам бы нам рассказывал Он катается из Сэнди Шорс в Лос-Антос Поэтому самым перспективным местом, где можно будет его поискать Это будет шоссе 1 И Лос-Антос фривей Согласен Ну, я туда направлюсь тогда И буду проверять автомобили Хотя, с другой стороны Если они занимаются тюнингом То, возможно, это был временный автомобиль Хотя, странно То, что данные о нем возвращались Именно на этого человека Так что он может быть и личным Мне кажется, стоит поставить посты в две стороны И просмотреть автомобили Да, согласен Я возьму северное направление Возьмите южное 1, Адам-22 Адам-22 У меня здесь байк Так, двигаемся по Лос-Лагунс-Бульвар В северном направлении Повернули на Оккупейшн-Авеню Двигаемся в восточном направлении В сторону в Соушен-12 10-4 10-22 Повернули на Элджин-Авеню В южном направлении Продолжаем в центр города Только что повернул в переулок И выехал с другой стороны улицы И потерял визуальный контакт В этот переулок я не помещусь Повернул дальше налево Ааа, блин Шоссе с этого съезда нормального нет В принципе Вот вообще Вижу его В улету на шоссе Нет, он не на шоссе Он под ним Это Лос-Антос-Фривай Который ведет в город Но не верхняя ее часть Фак Как неудобно-то все Я снова здесь Здравствуйте Срочно требуется 10-8-3 10-8-5 10-4 10-20 Пожалуйста Своё подскажите Сифтер-сити Уточните Слышал выстрелы 10-13 Офицер жив 11-22 10-23 На месте Да, судя по всему Офицер жив Все живы Выстреляли Офицер Да, я стрелял Предупредители 10-4 Это предупредители Я видел байк Который остановился Недалеко за углом И выбежал Этот человек Подожди Это кровь? Это кровь? Сэр, это кровь на вашем лице? Да Что с вами? Я упал С байка своего Господь Вызовите медиков Черт 7, том 65 Том 65 Требуется 10-52 Синтер-сити 10-4 Ожидать Окей Так, друзья Знаете что? На этом моменте Я закончу очередной эпизод UD-Rollplay Потому что как-то мы затянули Но это было интересно По меньшей мере Не забывайте здесь Ставить лайки За длинный-длинный эпизод И Если хотите стать частью Нашего сообщества То подавайте заявку По ссылке в описании Регистрируйтесь на форуме И подаете заявку И вы на сервере уже Поразительно Просто поразительно Вот И да Не забывайте подписываться на канал Жмякать на колокольчик Подписывайтесь на паблики Все ссылки в описании В общем Да Я говорю это не просто так Реально Переходите по ссылкам в описании И увидимся с вами Совсем скоро Пока-пока